Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим праздником ему, собственно, и посвящено наше сегодняшнее заседание. Иди, Олеговна, напомните правила игры. Дорогие друзья, вы попали на очередное заседание клуба «Споемте, друзья», где артисты только аккомпанируют зрителям, а зрители поют песни. У вас на столах есть тексты, далеко не всех песен, которые мы сегодня собираемся исполнить, но просто песни, текстов которых нет, вы знаете наизусть и так, мы в этом уверены. Самые активные, самые поющие столики получают призы и подарки, а также в почетную, так сказать, честь закрыть наш концерт и спеть вместе с артистами песню «Милая моя». Вместо артистов песню «Милая моя», «Солнышко-лесное». На обозрение большого количества людей, потому что наша программа транслируется в интернете. Так что у вас есть возможность прославиться. Но действительно наша программа сегодняшняя посвящена военным песням, песням о военных лет, песням о войне, велика отечественной, и не только. Программа эта очень-очень, так сказать, связана с нашей такой общей культурой. Мы, конечно, люди разных поколений, и разные книжки можем читать, но у нас, во всяком случае, был общий какой-то такой советский опыт, пионерский, комсомольский. Вот к следующему разу мы разучим еще песню в 1812 году. Нет, мы сегодня обязательно посвятим что-то и в 1812 году тоже. Но начнем мы, конечно, с заглавной песней. Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться Перед старым аппаратом под названием «Фотокор». В Checkbox. Чтобы наши светотели сквозь военные метели В дом родимых долетели под родительским отзором В дом родимых долетели под родительским отзором Так стояли мы с друзьями В перерывах меж боями С суховозьем, где бояк-бояник Шли, удавили приказ Пускай фотограф в середину И снимим нас всех в огни Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз Кто-нибудь потом вглядится В наши судьбы, в наши лица В ту военную страницу Что уходит за кормой И остались вот эти В унеброме, в промпортрете В фотографиях на память Для отчизны дорогой В фотографиях на память Для отчизны дорогой И еще одна заглавная песня Которую мы всегда открываем В заседании нашего клуба Споем те, друзья Собственно, одноименная песня Споем те, друзья И завтра в поход Уйдем в предрассветный туман Споем веселей Пусть нам подпоет Седой боевой капитал Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранний порой Пелькнется кормой Знакомый плодок голубой Пелькнется кормой А вечер опять Хороший такой Что песен не петь Нам нельзя О слухе, о скол О дружбе большой Своем и серебря, друзья Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранний порой Пелькнется кормой Знакомый плодок голубой На реке На реке в большом Легла тишина И море окутал туман И берег родной Целует волна И тихо доносит боя Прощай, любимый город Уходим завтра в море Уходим завтра в море И ранний порой Пелькнется кормой Знакомый плодок голубой Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранний порой Пелькнется кормой Знакомый плодок голубой И ранний порой Песня, которая не имеет прямого отношения к Великой Отечественной войне, но она была написана двумя юношами еще до войны в 37-м году Григорием Лепским и Павлом Коганом. Это считается первой бардовской песней. Это песня «Бригантина». И Павел Коган с войны не вернула. Григорий Лепский прожил долгую, достаточно хорошую жизнь. Еще в 2003 году на одну из наших премьер он приходил и подарил нам кассету своих новых песен. Вот такая была история. Так что вот он был непосредственным участником создания первой бардовской песни нашей страны. По версии некоторых бардовиков. Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза. Капитан, обветленный, как скалы, вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай бокалы золотого зеркала вина. На прощанье поднимай бокалы золотого зеркала вина. Дом за яростных, за непокорных, за презрявших грошенный уют. Пьется по ветру веселой розжига, люди флинток песенку поют. И в беде, и в радости и в море, только чуточку прищут глаза. Пьется по ветру веселой розжига, люди флинток песенку поют. Пьется по ветру веселой розжига, люди флинток песенку поют. Пьется по ветру веселой розжига, люди флинток песенку поют. Пьется по ветру веселой розжига, люди флинток песенку поют. Пьется по ветру веселой розжига, люди флинток песенку поют. Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь растеряет, любимая нас, И тревожная черная стень пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен смертельно мою, Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в земле, Вот и теперь надо мною она кружится, Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. Землянка Бьется в тесной печурке огонь, На пареньях смолаках, На пареньях смолаках слезах, И поет мне в землянке гормон, Про улыбку твою и глаза, Про тебя мне шептали пусты, В белоснежных полях под Москвой, Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, Между нами снега и снега, До тебя мне найти нелегко, От смерти четыре шага, Пой гармоника в юге назло, За плутаншее счастье залили. Не в холодной землянке тепло, От твоей негасимой мы. Не в холодной землянке тепло, От твоей негасимой мы. Не в холодной землянке тепло, От твоей негасимой любви. Мы сейчас от оригинальных произведений, Оригинальных произведений военных лет Перейдем к таким более декоративным, Киношным. То есть то, как в кино Великая Отечественная война была показана. Часто даже в комедиях. Небесный тихоход, например. Прекрасная песня летчика. Да, но все знают, Еще там Меркурий при жизни рассказывал, Это же военное, во время войны Практически было святое кино. И когда он шел по улице, Люди подходили и спрашивали, Как дела на фронте? Настолько сильное ощущение было? От этого кино. А что случилось? Тут коробочный рот, я одобрался. Я не одобрался? Ну давайте попробуем ее спить. Соловьев седой. Почти. 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 Субтитры создал DimaTorzok 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 Я услышал мелодию вальса Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это пограничный конфликт на Дальнем Востоке. Это было еще до войны. И сейчас мы с вами еще дальше двигаемся. Мы сейчас с вами попадаем в гражданскую войну. Эта эпоха вообще романтизирована в нашем сознании изрядно. Поэтому даже, может быть, мы не столько вспоминаем о событиях реальных, которые были в то тяжелое время, а о каком-то своем пионерском и комсомольском детстве. И вот сейчас символизируется, что наше счастливое детство в нашем лагере будет пионерка Лидия Чебоксана. Я была солисткой, естественно, всех хоров детских, всех пионерских лагерях. А что? Субтитры создавал DimaTorzok